Алис, тебе что, не нравится? Да я как представлю, что тут Лёшенька на мойке командует. Кусок в горло не лезет. Да не боюсь, что так. Если буду слишком много о себе воображать, покажем, кто здесь хозяин. Жалко, Влад уехал. Он бы быстро их поставил на место. Ну а почему сразу Влад? Чуть что, сразу Влад. Я, между прочим, и сам могу справиться. Я даже рад, что он уехал. Почему это ты рад? Потому что теперь у меня больше шансов. Шансов на что? Ну ведь он в тебя влюблен. Ну это я знаю. А ты тоже, что ли, влюбимый стремишься? Ну... Да. И уже, между прочим, очень давно. Стоило Глебу погибнуть, как все сразу смелые такие стали. Алис, Алис, ну ты не так поняла. Я, между прочим, совсем... Перестань. Пойдем-ка лучше на мойку. Навестим ребятишек. Ну хорошо, я сейчас дадим. Ну и день у нас сегодня. Сквозь мой поток. Побольше бы таких деньков. Долги бы быстрее раздали. Да это да. Держать. Тяжеловато только. Ничего, привыкну. Дальше легче будет. Здравствуйте, мальчики. Здравствуйте. Ой, посмотри, Паш, как они здесь все вылезали. Прям не мойка операционная. Для Глеба они так старались? Нет, не старались. Конечно. А как для себя, когда дело его прихапали? Никто ничего не прихапывал. Нас с Синицем позвал. Папаша твой моего брата убил, а его дружок мойку купил и тебе подарил. Мой отец здесь ни при чем. Ах да, прости, я совсем забыла. Он зашел сказать Глебу, как его любят. А тот раз и помер от счастья. Алиса, как тебе не стыдно. Погоди, погоди, не лезь. Пусть побазарит. Это же их касается. Алиса, ты сама не понимаешь, как ты не права. Зато вы все так правы. Семейка праведников. Знаешь, что я тебе скажу? Ты не думаешь, что ты победил. Я тебе не советую особо торжествовать. Ладно, Паша, пошли отсюда. Надеюсь, твоего папашу расстреляют. Стерва. Я делаю тебе рот. Но да, вот она где-то. При помощи.